Интеллектуал, новатор, человек-мысль, основатель белорусского градостроения. Всё это о народном архитекторе СССР Владимире Адамовиче Короле. Он любил свою страну, её столицу и стремился придать Минску достойный архитектурный облик. Родился будущий зодчий 28 декабря 1912 года в городе Игумен Минской области, ныне это Червень. Творчество окружало Владимира Адамовича с раннего детства. Он обожал рисовать. В 1931 году окончил Витебский художественный техникум. Несколько лет работал учителем и директором одной школ Держинска. Затем с 1934 по 1941 учился на архитектурном факультете Всероссийской академии художеств в Ленинграде, где работали талантливые архитекторы и педагоги Фомин, Руднев, Лангбард. Сильная школа вдохновила посвятить свою жизнь строительству и проектированию домов. Но грянула война и в июле 1941-го король вступил в народное ополчение и как помощник военного инженера дивизии принимал участие во Вороне Ленинграда. Приказом генерального штаба студенты-выпускники отзывались с фронта для окончания учебы. Среди них был и король. Он защитил свой диплом в декабре 1941 года. Его зачислили как одного из лучших студентов Академии, лауреата сталинской стипендии. Оставили в аспирантуру. А в феврале 1942 года всех оставшихся в живых студентов и преподавателей Академии вывезли в Среднюю Азию. В 1945 году Владимир Король приехал в освобожденный разрушенный фашистами Минск. Эти зарисовки карандашом – свидетели страшного послевоенного времени, Зочи запечатлел оставшиеся в руинах памятники архитектуры. В это время его назначают руководителем архитектурно-планировочной мастерской института Белгоспроект, которая занималась застройкой центра столицы Беларуси. Одновременно он начинает работать и в других белорусских городах. В Гомеле было построено одно из лучших его зданий – дом для работников Гомсельмаша. Затем по авторскому проекту возвели административное здание в Полоцке. С 1946 по 1948 годы Владимир Король активно участвует в конкурсах по застройке центральной площади Минска. И вот эта работа Владимира Адамьевича Короля. Вот посмотрите, какой могла быть площадь наша центральная. Вот макет центральной площади, которую делал Король вместе с начальником архитектурного управления Михаилом Осмоловским. Но мы знаем, что ни один из проектов на тот момент не был реализован и не был принят. В 1946 был реконструирован Минский вокзал. И Владимир Король с интересом оформлял интерьеры и украшал здания своими сюжетами. В 1947 году по проекту Зодчева на углу Клары Цеткина-Мясникова появляется жилой дом для работников тонкосухонного комбината. Богатые лепнины и декор, полукруглые арки и балкончики. И спустя много лет этот дом выглядит эффектно. Правда, нуждается в обновлении и ремонте. В 1949 году он начинает работать над одним из символов Минска – почтамтом. Это одно из самых красивых зданий в стиле сталинского ампира – заглавный образ Центрального проспекта. Кстати, прогуливаясь по городу, обратите внимание, как выглядит почтамт с обратной стороны. В конце 40-х годов был объявлен всесоюзно открытый конкурс на проект памятника монумента воинам Советской Армии белорусским партизанам в городе Минске. В 1950 году проект Георгия Заборского и Владимира Короля был признан лучшим. Над созданием памятника вместе с ним работали скульпторы Асгур, Бембель, Глебов, Селиханов. Монумент был торжественно открыт 3 июля 1954 года и стал эмблемой возрожденного Минска. И в это же время, в начале 50-х годов, по предложению ЦК Компартии Беларусь, архитекторы стали работать над созданием памятника Иосифу Сталину. Коллектив остался тот же, что и на памятнике Победы. И в 1952 году, 22 сентября, была открыта 9-метровая фигура вождя на центральной площади города Минска. С 1947 года Владимир Король начал работать преподавателем, а затем и заведующим кафедрой градостроительства архитектурного факультета Белорусского политехнического института. Он активно писал научные статьи, доклады, рекомендации, фундаментальной работы по градостроительству. Талант и работоспособность Владимира Короля были замечены, и в 1955 году он возглавил Государственный комитет Совета министров БССР по делам строительства. У Владимира Короля всегда было широкое поле деятельности. Он принимал участие в создании новых белорусских городов – Новолукомля, Новополоцка, Солигорска. И очень долгое время, несмотря на то, что проходило ряд конкурсов по застройке центральной площади, площадь не застраивалась. И как вспоминал один из наших заслуженных архитекторов, Георгий Сысоев, который делал вторую очередь проспекта нашего, что король сказал о том, что пока нет хорошего проекта для того, чтобы завершить ансамбль центральной площади. И когда такой проект будет, он говорит, то я буду удовлетворен, и мне можно будет уйти. К сожалению, такого проекта и по настоящий день-то нет. В 1969 году при непосредственном участии короля в Белорусском политехническом институте была создана кафедра городостроительства, которую он и возглавил. Он всегда был лидером и оптимистом. В каждом человеке, попавшем в поле его внимания, он мог раскрыть все лучшие стороны. Велико было влияние Владимира Адамовича и на молодежь. Он личным примером воспитывал у студентов любовь и уважение к профессии зодчего, умение масштабно мыслить, ответственно относиться к судьбе белорусской архитектуры. Среди его учеников Галина Дмитриевна Горина. Она проектировала столичные микрорайоны «Восток-1», «Серебрянка-9», «Сухарева-1 и 3». Галина с теплотой и улыбкой вспоминает студенческие времена. У него не было своего студента или группы студентов, которых бы он вел, потому что у него очень большая была общественная и государственная задача, которую он выполнял. Но, как ни странно, он приходил к нам очень часто. Он всегда моложаво очень выглядел, был элегантен, весел, всех обходил, смотрел все наши шедевры. И вот у моей сокурсницы подрамник этот стоял наклонно, ну и стояли там тушки, кисти, краски. Мы же тогда отмывали китайской тушью. Я не знаю, кто задел, может, она сама задела от волнения, что король к ней первый подошел. И этот вот стаканчик с тушью, он вылился ей на готовый подрамник, уже сделаны фасады там какие-то, я уже не помню. И эта черная клякса, он под наклоном течет по подрамнику. Все мы замерли. Она, у нее текут слезы, вот так же, как по подрамнику. Владимир Адамович кричит, языком, языком, мы не понимаем, что такое. Языком, языком. Потом он подскакивает к подрамнику и слизывает снизу вверх эту кляксу огромную, уже растекшуюся по подрамнику. В 1970 году Владимир Король был удостоен звания Народного архитектора СССР. С 1970 по 1980 годы он был редактором журнала «Строительство и архитектура Белоруссии». Он принимал участие в работе жилищной комиссии ООН. Он был одним из членов ЦК КПБ Белоруссии. Он участвовал в приеме различных делегаций, которые приезжали в город Минск. И у нас вот хранятся несколько фотографий, когда Король показывает наш город. Это вот район Площади Победы. Это премьер-министр Франции Джордж Помпиду. И как его вспоминала Галина Владимировна, это жена Владимира Адамовича, она вспоминала, как она танцевала с Помпиду в одном из анкетных залов. Долгое время Владимир Король жил в этом доме на улице Захарова. Мемориальная доска сегодня – своеобразный паспорт известного жильца. И если для нас этот человек – выдающийся архитектор, то для Ирины Владимировны Король – это самый лучший папа. Дома – галерея пейзажей акварелью. Отцовское творчество. Ирина родилась в послевоенном Минске и сегодня воодушевленно вспоминает свое детство и прогулки вдоль стадиона «Динамо». Вместе с отцом и старшим братом пропадали в лесу и на рыбалке. Обожали собирать грибы, разводить костры и проводить время на природе. Обожал детей, животных. Был очень ласковый. Никогда не было того, чтобы он повысил голос или там что-то. Но только если нашкодишь немножко, тогда можно. Генплан столицы и многочисленные проекты, конечно, занимали большую часть времени. Но Владимир Адамович всегда находил время для отдыха. Был на «ты» со спортом. Он отлично бегал и научил детей начинать свой день с зарядки. В итоге Ирина занималась баскетболом, а брат Игорь – десятиборьем. Но оба пошли по стопам отца и получили архитектурное образование. Он не мог пройти, если он видел, что строится, и не так, как надо или что-то. Он смело говорил все. И даже это было приятно. Прислушивались очень к нему. В 90-е годы Министерство архитектуры учредило премию Народного архитектора короля. Его именем названа школа в родном городе Червине. В Витебске на здании бывшего художественного техникума установлена мемориальная доска в честь известного выпускника. В Минске же есть улица короля. Былую обувную переименовали в память о талантливом архитекторе. Я думаю, что Народный архитектор СССР, лауреат государственной премии, человек, который стоял у истоков восстановления нашего города, который болел за архитектуру Беларуси и за архитектуру Минска, достоин, в общем-то, лучшего наименования. Он жил на улице Захарова долгое время. Может быть, стоит подумать где-нибудь в районе Первомайской или там еще Дмитрий Кобядулик, одну из небольших улик, назвать его именем. А обувную оставить коллективу фабрики обувной. Вот такую прочную память оставил после себя один из талантливейших минских архитекторов Владимир Адамович Король.